Полина Арутюнян – волонтёр. Для неё это первый такой опыт. Из Волгограда в Сочи она приехала специально на всемирные хоровые игры. На певческой олимпиаде помогает одному из хоров из Поднебесной. Китайский Полина учит в Волгоградском университете. Говорить на нём каждый день, да ещё и с носителями языка – это отличная языковая практика, уверена Полина. Китайцы очень пунктуальны, поэтому они часто задают вопросы такие, как «Скоро ли мы доедем?», «Когда будет автобус?». То есть очень беспокоятся о времени. Конечно, времени очень много на общении, мы очень рады, очень хорошая практика. Такие волонтёры, свободно владеющие китайским, в Сочи на вес золота. В основном все добровольцы англоговорящие. Между тем, в Хоровске на игры приехало больше сотни. Так родился проект китайско-русского словаря с сочинского производства. Разговорник удобен как для русскоговорящих, так и китайцам. Существует транскрипция китайских звуков на русскими буквами, поэтому любой русскоговорящий человек может прочитать эти звуки. И также транскрипция русских слов английскими буквами. То есть теоретически китайский любой турист также может прочитать любое русское слово. Китайско-русский словарь разработали в 8-й гимназии. Это совместный проект учителей китайского и школьников, которые его изучают. Китайским языком в школе мы занимаемся уже два года и сейчас мы расширяем количество классов, которые занимаются китайским языком, поскольку спрос растет. Нам показалось очень интересным сделать такое пособие, которое помогло бы установить более тесные коммуникации между, скажем, китайскими делегациями и нашими людьми. В словарь вошли самые ходовые слова и выражения. Такие, которые могут пригодиться рядовому китайскому туристу на отдыхе в Сочи. В этом небольшом китайско-русском словаре всего 18 страниц и 11 разделов. Например, аэропорт, гостиница, транспорт, ватзал, аптека, покупки. Отдельный раздел посвящен сочинским достопримечательностям. Здесь есть Красная Поляна, Олимпийский парк, Морской порт, Роза Хутор. Например, зимний театр по-китайски будет звучать так. Дунзи, дзююань. В перерыве между репетициями китайские туристы уже пробуют пользоваться словарем. Такие разговорники подарят всем волонтерам, работающим с хорами из Поднебесной и гостям из этой страны в качестве полезного сувенира. Я думаю, что данный словарь, он как раз в тему, он актуален и будет способствовать более прекрасному времяпровождению территории города Сочи. Пока таких словарей в Сочи напечатали чуть более 300 экземпляров, но планируют увеличить тираж. Ведь гостей из Китая с каждым годом в Сочи становится все больше.